Мы знаем, вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. И снова доброе утро. 18 октября сегодня. Сейчас, по крайней мере, в Риге солнечно и плюс 4, выше плюс 9. Температура не должна подняться, согласно прогнозам синоптиков. Меня зовут Александр Шунин. Вы слушаете радио Болткома «Утро на Болткоме». И, как обычно, по понедельникам в половину девятого к нам присоединяется Инга Васильева, представитель бюро вакцинации. Так оно происходит и сейчас. Доброе утро, Инга. Здравствуйте. Здравствуйте. Не удивляйтесь, я сегодня один соло. Так что вот тет-а-тет побеседуем. Ну как тет-а-тет? Нас слушают десятки, десятки тысяч слушателей. Поэтому будем предельно аккуратны в той информации, которой будем делиться. А поделиться есть чем? Во-первых, хочу поздравить вас как представителя бюро вакцинации. На прошлой неделе был преодолен своеобразный психологический предел. Вакцинировано более миллиона жителей Латвии. Ура! Да, это факт. Да, на прошлой неделе более миллиона жителей Латвии получили первую дозу вакцины. Это, конечно, такой хороший рубеж, но я еще могу поделиться данными за прошлую неделю. За прошлую неделю на данный момент уже зафиксировано 73 тысячи вакцинационных фактов. Я думаю, что к среде, к четвергу, когда будут внесены все вакцинационные факты за прошлую неделю, я думаю, что эта цифра поднимется до 80 тысяч фактов в неделю. И сразу хочу отметить, что, например, если мы сравниваем с теми пиками вакцинации, которые были весной, то есть в мае, в июне, то мы уже приближаемся к таким рекордным цифрам. И, например, на прошлой неделе, на данный момент, 59 тысяч первых доз. Такая цифра была только, выше была только в середине мая, когда было 70 тысяч первых доз. Если мы смотрим на такой показатель, в принципе, мы можем сказать, что фактически удвоился показатель по сравнению даже с прошлой неделей. Можно ли это связать с тем, что как раз первая неделя была первая после введенных ужесточений, ограничений новых и так далее? Ну, то есть, грубо говоря, все ломанулись, все. Многие, многие ломанулись за вакцинами. Ну, вы знаете, этот рост, он уже наблюдает, наблюдаемый как уже третья неделя рос. Но, в принципе, да, прошлая неделя она была такая очень интенсивная, и она связана, конечно, я думаю, и с решениями Кабинета Министров, и, конечно, я думаю, с окружающей ситуацией, в которой мы сейчас находимся. Как вы знаете, система медицины находится на таком рубежном, как сказать, отметке, они бьют очень большую тревогу по поводу поступающих в больницу, по поводу вызовов, называется, неатлякома медицинская, опалаидзи, ибо, как мы знаем, ситуация в стране очень плохая. И выход, как медики говорят, из них, конечно, это вакцинация. Ну, и стоит отметить, что следующим гостем в начале 10-го станет Светлана Гомберг. Врач клиники неотложной как раз-таки помощи Рижской восточной больнице Гальзерс. Мы поговорим со Светланой о реальной ситуации в больнице, ну, хотя бы на примере Гальзерса. Очень интересно из первоисточника услышать о том, что происходит. И еще стоит отметить, буквально сегодня, параллельно нашему эфиру, на ЛТВ в программе Рита Панорама, председатель правления Бесс-Лебес-Центрс Чайтримарис Револдс упомянул, что, в принципе, мы на расстоянии недели от катастрофы в системе медицины, так что действительно все очень серьезно. И в связи с этим, Инга, невозможно не задать вопрос. Есть ли пики вакцинации, есть ли рекордная вакцинация, есть ли темпы наращиваются? Отчего тогда такая плохая ситуация? Мягко выражаясь, отчего тогда появляются рекордные цифры заболевших? На прошлой неделе было без одного человека 2,700. Ну, хуже не было еще. Ну, вы знаете, это, конечно, вопрос к эпидемиологам, которые, скорее всего, тоже могут рассказать и формулу, как это происходит, насколько, скажем, в моем понимании, это все-таки эпидемия, там есть знакомерности, как ее можно просчитывать. Конечно, то, что летом, когда была возможность без очередей спокойно получить вакцинацию, в сентябре люди, к сожалению, эту возможность не использовали. Как вы знаете, мы с вами встречались уже, начиная, не знаю, с июля, каждую неделю. Мы каждую неделю тоже об этом говорим. Мы призывали людей это делать, потому что все-таки медики, эпидемиологи давали эти ужасные прогнозы. То есть, ситуация, к которой мы сейчас подошли, в принципе, конечно, я думаю, только после какого-то времени мы сможем анализировать, почему, что, как. Ну, скорее всего, конечно, это связано с психологией людей, это связано, конечно, с потоком дезинформации, которая была со всем прочим. Но, в принципе, да, это связано с тем, что этот пик вакцинации, вы знаете, например, есть такие примеры тоже в мире, можно посмотреть, особенно на примерах таких южноамериканских штатах, Соединенных Штатов Америки, когда тоже вакцинация шла похожими темпами, как у нас. И она буквально, как говорится, выросла несколько сот процентов тогда, когда начались, скажем таки, очень много случаев заболеваний вокруг. То есть ты, когда видишь, слышишь, ты понимаешь, что твой родственник, твой друг, не знаю, друг твоего друга, родственник, там, скажем, или друг твоего родственника, или он в больнице борется за жизнь, или он дома болеет, у него потом какие-то довольно-таки выраженные симптомы уже после болезни, с чем нужно бороться только тогда, скорее всего, наша психология, до неё можно достучаться, что, в принципе, это всё, что происходит с этой болезнью, это ужасно. Ну, конечно, мы уже с вами говорили, и вы тоже говорили о том, что решение Кабинета министров о том, что вакцинация обязательно некоторому роду профессии, она тоже даёт такой вырост вакцинации. То есть тут очень много разных причин. Да, но, тем не менее, хватает комментариев. Но вот мы и работники радио, и авторы портала Микс Нью Соловей читаем комментарии на том же самом Фейсбуке под нашими публикациями, и диву даёшься, что называется, волосы дыбом стоят. Вот эти вот нередкие, к сожалению, до сих пор случаи, с достаточно таким гонором, как можно считать интонацию с письменного комментария, но, тем не менее, чувствуется, да, вот это вот пренебрежительное отношение. Вот если бы мне эпидемиолог или иммунолог, которому я верю, некупленный, рассказал бы, в чём там разница вакцин, ну тогда я бы, может быть, господи, думаю, что же скоро два года, два года, как длится пандемия, информации хватает. Причём любой, и правдивый, и неправдивый. Пожалуйста, читай, делай выводы. В самом деле, каждую неделю огромное спасибо вам, что присоединяетесь, прям вошло в график, давным-давно установилось. Но, тем не менее, вот это вот как, как получается вот эти вот фразы складывать, в принципе, вот эти вот буквы, слова, слова во фразы, некупленный иммунолог, в какой момент, что является мерилом купленности, некупленности, вообще непонятно. Более того, вы говорите о заболеваемости и так далее. Опять же, читаешь новости, что происходит на свете, ну это кошмар какой-то, оказывается, есть объявление. Люди друг друга за деньги заражают, причем больные берут 100 евро за это. Люди, вот кто-то настолько боится этого укола, что готов заплатить сотню, переболеть, получить сертификат, и такой как бы, «На-на-на-на-на-на, как я всех обманул». Я не знаю, раньше была, например, статья в Уголовном кодексе за умышленное заражение, ну, какими-то болезнями. По-моему, будет очень полезно, если её вычеркнули, ну, просто не сталкивался, поэтому не уверен. Сейчас импровизируют тоже, мало ли она ещё там присутствует. Если вычеркнули когда-то, я считаю, надо возвращать обратно. Но это же, слушайте, это бред, это опасный бред. Ну, вы знаете, да, что касается этого случая, это случай учителя из Абауски, латвийское телевидение тоже рассмотрело этот случай, там тоже полиция тоже дала в свой комментарий, что они рассматривают этот случай. Но я могу только процитировать профессора Датси Завадску, как раз иммунолога, который говорит, что это, конечно, пилотаж безответственности по отношению только к себе, своим близким, но и к медикам, которым, скорее всего, нужно будет ехать к этому человеку и помогать этому человеку. А медик, как мы знаем, сейчас находится в очень такой напряжённой ситуации. Ну да, что касается вакцинации, если я могу использовать эфир вашего радио, я хочу пригласить людей, то есть проинформировать, что с сегодняшнего дня в вакцинационных пунктах, при торговых центрах в основном будет приём только по записи. То есть, пожалуйста, не стойте в очереди, приезжайте в большие центры в Риге. Их открыто с субботы. Три центра – это Типсела, это конференция «Центр Акта» и Олимпийский центр на Гростонос, где вы сможете спокойно, без очереди получить вакцинацию. Можете тоже записаться на себе в удобное место, звоня на телефон 8-9-8-9 или мановакцина.лв, но можете тоже приходить в порядке, в живой очереди. Я сама была в субботу, в исполнении во всех центрах, то есть смотрела, как проходит ситуация. Всё проходит очень спокойно, люди приходят, фактически в очередях стоять не нужно. Вы приходите, вам проходит консультация, вы получаете вакцину 15 минут, вы ещё остаёте в помещении, фактически за 20 минут вы уже получаете вакцину. Поэтому мы приглашаем людей использовать эту возможность. А так, конечно, ещё у нас очень хорошо пошли. Мы тоже начали в пятницу этот проект «Вакцина Бус». Я даже не знаю, как на русском языке это перевести. То есть специально автобус подготовленный, в котором проводится вакцинация по всем рижским окраинам. Вот уже прошло три дня, и мы видим, что популярность растёт. Люди используют эту возможность, когда автобус, не знаю, там в Плямнаке, в Балдырае, не знаю, там так называемые «Оскачки», не знаю, там в Пурфтим, он появляется на 3-4 часа в определённые дни недели. Например, в среду в одно и то же время он будет, скажем, у такого-то и такого-то места. То есть это такая рутина, на которую мы надеемся, что люди тоже заметят. Ищите информацию на сайтах Министерства здоровья, на сайте National As Vesely, и также мы очень надеемся, что эта информация в скором времени будет размещена тоже в больших жилых домах, в лифтах, она будет размещена тоже в общественном транспорте. То есть эти возможности получить вакцину быстро, как говорится, без головоломки, не стоя в очереди несколько часов. Их очень много, просто ими нужно пользоваться. Я правильно понимаю, после некоторой паузы, если центры вакцинации вернулись и на Кипсулу, и в АТО-центр? Потому что в АТО-центре точно он закрывался. Да, мы были и в Кипсуле, и в АТО-центре. Да, мы вернулись в эти старые места, и новое место, которое как бы уже в этот берег Даугавы, ближе к центру, это Олимпийский центр на Гроссто у нас. В каждом из этих центров довольно-таки большое количество бригад, чтобы этот процесс проходил очень быстро и эффективно. Давайте еще раз перечислим. Значит, выставочный зал на Кипсуле, Олимпийский центр на Гроссто у нас, АТО-центр на Краста. Там, в этих больших центрах, по предварительной записи. Нет, предварительная запись и живая запись. С сеньором можно даже... С сеньоры, пожалуйста, не записывайтесь, если вы не сможете дозвониться до 8989. Просто приходите с сеньором везде, так называемый зеленый коридор. То есть они идут без очереди, несмотря или там запись, не запись. С сеньоров берут сразу же, как только они приходят к вакцинационному пункту. Также с сеньором, если тяжело добраться до этих центров, то у всех вакцинационных пунктов, при магазинах, которые работают по всей лапе, опять-таки вы можете приходить без записи, вас возьмут без записи. То есть с сеньором везде зеленый свет, они куда не приходят, их сразу берут, им делают вакцину. Вы знаете, я тоже могу... Что касается еще вакцинационных центров, то они еще работают, открылся тоже в пятницу в Далгопилсе, в Олимпийском центре. То есть если люди из Далгопилса и окраин слушают, пожалуйста, тоже опять-таки приходите, там тоже можно по живой очереди прийти и получить вакцину. Но я просто могу поделиться тем, что я видела в этих центрах. Я вижу, как дети приводят своих родителей, как дети, внуки приводят своих бабушек и дедушек. Что, конечно, очень трогательно смотреть на то, как молодое поколение заботится о своих старших. И я на самом деле приглашаю, пожалуйста, дети, ведите своих бабушек, дедушек, родителей в эти вакцинационные центры. Там везде дежурят врачи. Врачи компетентно ответят на все вопросы, что касается, не знаю, там у вас, не знаю, есть сомнения по поводу той вакцины, другой вакцины. У вас такое заболевание или другое заболевание. Там везде дежурят врачи, они все ответят на ваши вопросы. Вы получите компетентную консультацию. Я тоже видела в субботу случай, когда пришел, ну скажем так, мужчина в таком рассвете лет, и он очень боялся вакцинации, потому что он работает на двух работах. На одной работе вакцинированные люди, на второй работе люди не вакцинированные, то есть он в таких двух полярных мирах живет, он очень боялся, он где-то час сидел, раздумал, потом долго говорил с врачом, но все-таки он получил свою вакцину. Какого рода сомнения его мучили? Ну вы знаете, это скорее всего он был такой ярким примером того, в каких двух мирах мы сейчас все живем. Мы одни живем в мире, который верит в науке, другие живут в мире, которые сомневаются, не верят, не хотят верить, то есть разные обстоятельства. Если человек попадает и в один, и во второй мир одновременно, я думаю, там все-таки принять решение очень сложно. Но, тем не менее, доводы присутствующих на месте специалистов возобладали, и он решился на вакцину. Ну и прекрасно. Поэтому всегда в этих пунктах есть врачи, которые и говорят, и консультируют, и, конечно, если что-то после факта вакцинации, не знаю, там случается, что, конечно, мы все люди, у нас у каждого могут свои быть какие-то проблемы, они всегда там на месте помогают и все решают там же. Поэтому, как говорится, этот процесс, он установлен, рассчитывая на разные ситуации, на разные вопросы. То есть нужно приходить, сделать вакцину. Наверное, последний вопрос на сегодня. Учитывая, опять же, ну еще не ажиотажный спрос, но повышенный, тем не менее, стало ли больше вопросов по поводу интереса к однофазной вакцине? Заказали ли вы дополнительно? Да, завтра мы получаем почти 80 тысяч. ЧА-доза вакцины Янсен, это, в принципе, самая большая доставка по количеству, пока я нахожусь в проект, начиная с июня, поэтому, да, всем, кто желает, они получат эту вакцину. Но сразу хочу отметить, что наш совет по иммунизации дал рекомендацию, что тем людям, которые вакцину Янсен получили, скажем, как минимум 8 недель назад, им рекомендуема вторая доза вакцин и как первую рекомендует Pfizer или Moderna, то есть как бустерную дозу. Если, конечно, человек желает, он получит вторую Янсен, но, в принципе, это рекомендация, это не обязательно, то есть сертификат, который вы получили после первой дозы Янсена, он работает и будет работать. Это просто рекомендация, чтобы укрепить действие вакцины. Хорошо, огромное спасибо, желаем удачи, хорошей недели, до связи в следующий понедельник, хорошего дня. Мы благодарим Ингу Васильеву, представителя Бюро вакцинации со свежими новостями. Инга была сейчас в нашем эфире. Время недолгой паузы, после которой уже анонсированный гость, конечно же, удаленно, Светлана Гомберг, врач клиники неотложной помощи Рижской восточной больницы Галлизерс, опишет ту суровую действительность приемного отделения клиники, в которой она работает. Оставайтесь с нами.